Участковые Ленинского района Ульяновска раздали листовки с актуальной информацией о новых схемах мошеннических действий на улицах и в торговых центрах города. А также разместили памятки на стендах в уголках потребителей. Кроме того, полицейские побеседовали с продавцами. То есть вы обращаетесь либо по номеру 112 и говорите о том, что мне на телефон номер такой. Ты звонил, абонентский номер с номером таким-то, таким-то, и с меня там, ну я не знаю, просили деньги, просили взять кредит. Либо говорили о том, что, допустим, мне необходимо продиктовать задний код от своей сберегательной карточки. Самая популярная мошенническая схема сегодня – перевод денег на безопасный счет. Мошенники, представляясь работниками банковской сферы или правоохранителями, утверждают, что неизвестное лицо от вашего имени оформило кредит. А чтобы уберечь свои деньги, необходимо исчерпать свой кредитный лимит, взять в банках максимально возможную сумму в долг. После этого кредитные средства и все деньги с карты необходимо перевести в так называемую безопасную ячейку, которая является незнакомый банковский счет. Так 92-летнего пенсионера обманули аферисты, которые представились сотрудниками ФСБ. Ульяновец отдал мошенникам 220 тысяч рублей. Еще одна распространенная схема – игра на бирже, когда интернет-пользователи находят в сети объявление о возможности заработка на виртуальной биржевой платформе. Лжеброкеры уговаривают ульяновцев перевести на свой счет денежные средства, за которые якобы будут куплены ценные бумаги – криптовалюта. В результате потерпевший не может вывести ни вложенные деньги, ни прибыль, которую ему обещали. Часто злоумышленники обманывают своих жертв, говоря, что их родственник якобы попал в ДТП. Жертвами такой мошеннической схемы становятся в основном пожилые люди, с которыми злоумышленники связываются через стационарный телефон и могут держать на проводе часами, чтобы пенсионер не смог связаться со своими родными, а те, в свою очередь, не смогли дозвониться до него. Мошенники забирают денежные средства через прибывшего курьера. Стать жертвой мошенников может каждый, поэтому, если вам звонят, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов, то ни в коем случае не называйте свои данные. Реквизиты банковской карты и цифры на обратной стороне, код из СМС, пароль от мобильного банка. При поступлении таких звонков сбросьте вызов и перезвоните в отделение самостоятельно. Явными признаками того, что вам звонят аферисты, являются общение через мессенджеры или по стационарному телефону, предоставление фотодокументов, угроза уголовной ответственности при попытках зафиксировать разговор или посоветоваться с кем-то, просьба перевести деньги на незнакомый номер или счет. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 112.